В эфире служба новостей Саров 24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Износостойка и высокопрочное покрытие. Впервые в Сарове дорогу делают из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Новые программы, интересные гости, необычные проекты. На канале 16 стартует новый сезон. Консультирование и поддержка детей в трудной жизненной ситуации. 2 октября в России отмечается День социального педагога. Далее расскажем обо всем подробно. Совсем скоро саровские автолюбители смогут оценить на улице Семашко расширенную дорогу с высокопрочным покрытием. Там кладут третий слой асфальта на основе щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой состав применяется в основном на трассах федерального назначения. В нашем городе это будет первая дорога с износостойким покрытием. О составе и производстве материала расскажем далее. Состав щебеночно-мастичного асфальтобетона изобрели в Германии еще в середине прошлого века. В России он применяется более 10 лет, в основном на трассах с большим грузопотоком. Это дороги федерального назначения и автострада мегаполисов. Теперь оценить новый материал смогут и саровчане. Завершающее покрытие улицы Семашко делается именно из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это стало возможным благодаря новому асфальтному заводу, установленному за третьим КПП. Это завод фирмы Вибау. Система управления стоит немецкая, фирма Мепротек. Здесь весовое дозирование точное, температурные режимы, везде стоят температурные датчики. Оператор в реальный момент времени видит на мониторах, что происходит с заводом. В кабине находится один человек и управляет полностью заводом. Производительность завода 160 тонн в час, он пятифракционный. Также на заводе установлено современное фильтровальное оборудование. Поэтому выброс пыли в атмосферу составляет меньше 10 миллиграммов на кубометр. У него из трубы есть, вот идет там никогда не идет пыль. Если мы видим этот час, это пар идет. Просто идет горячий воздух и вода, летом вообще не видно ничего. То есть это не старые заводы, где вокруг завода все было в метровом слое пыли. Здесь очень европейские требования к экологии. Щебеночно-мастичный асфальтобетон отличается от традиционных асфальтобетонных смесей тем, что в нем содержится до 80% щебня и до 7,5% битума. Удерживать в материале большое количество битума позволяет стабилизирующая добавка. Вот этого биотопа в 2 тонны всего добавляем 7 килограмм. И качество резко меняется. А меняется за то, что происходит лучше адгезия. То есть адгезия – это прилипание битума к щебню. А если щебень хорошо обволакивается битумом, прилипает, значит камушки будут прилипать и она будет долго стоять. На заводе работает собственная лаборатория, сотрудники которой строго следят за соблюдением технологии производства. Все материалы тестируют на соответствие определенным параметрам. Если есть незначительные отклонения, то вносят корректировки в программу. Если представленные материалы не соответствуют ГОСТу, их отправляют обратно поставщику. То есть работаем только по ГОСТу, чтобы наш асфальт был прочным, надежным. Если что-то не так, то сразу же вносятся корректировки на сам завод. После запуска производства мы формуем вот такие образцы из асфальта и проверяем их на прочность, на водонасыщение. Ну то есть все, с чем может столкнуться асфальт в реальных условиях. В лаборатории есть образцы составов старого и нового асфальтового покрытия. Разница между ними очевидна. Во-первых, то, что используется щебень только горных пород. Вот он серенький на срезе, высокопрочный. Старый асфальт на известняковом, он малопрочный. Второе, это то, что больше добавлено битума, плюс еще минеральные добавки, минеральный порошок, адгезия. То есть рецепт уже сложнее. Укладывают смесь тонкими слоями, тем самым снижается удельный расход материала. Цена сырья для приготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона выше, чем традиционного асфальта. Но и качество его возрастает. Он как бы имеет свойство самозалечивания. То есть в температурном режиме, когда зима, весна, лето, температурные трещины происходят в обычном асфальтобетоне. Здесь они заглаживаются. В течение хорошей погоды, при солнечной погоде, они будут самоликвидироваться. До завершения работ на улице Семашко осталось совсем немного времени. Дорогу откроют раньше запланированного срока, так как работы ведутся с опережением графика. На данный момент осталось парковки, стоянки сделать. Это уже с другого асфальта, тип B, марк 3 будет. Примыкание, озеленение, барьерное ограждение, перильное ограждение. Ну, светофоры и дорожные знаки. Оценить новое покрытие старовчане смогут уже в конце октября. Книги, журналы или другая печатная продукция с пометкой 18+, теперь по паспорту. Вступил в силу закон, который разрешает продавцам книжных магазинов спрашивать у покупателей документ, удостоверяющий личность. Это касается и предоставления книг в библиотеках. Кроме того, документы будут спрашивать в театрах и кинотеатрах при покупке билета на фильм или постановку 16+, и 18+. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 10 октября стартует рейтинговое голосование по выбору приоритетного объекта для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Для этого запустят специальный сайт, на котором можно будет отдать свой голос. К тому же в местах массового скопления людей будут работать регистраторы. Приоритетную территорию можно выбрать из пяти вариантов. Это лыжная база, вторая очередь, бульвар от улицы Гурчатова до улицы Березовой, детский парк на улице Сосина, зону отдыха на пруду Боровое и левый берег реки Сатис от моста на улице Строитель Захарова до Маслихинского моста. Территорию, набравшую максимальное количество голосов, благоустроят в следующем году. Лицей номер 15 стал участником сети атом-классов Школы Росатома. В этом году там откроют класс, оснащенный современным интерактивным и лабораторным оборудованием. Ученики смогут проводить физические эксперименты, вести проектную деятельность. Приказом директора в лицее сформированы два десятых атом-класса. Детская школа искусств номер 2 принимает заявки на третий городской открытый фестиваль медиатворчества школьников «Свободный стиль». Тема работы этого года в кругу семьи. Участниками могут стать дети или детские коллективы от 11 до 17 лет. Номинации, видеоролик, фоторепортаж, компьютерная графика, анимация, презентация и эссе. Для работ, посвященных 75-летию Великой Победы, учреждена специальная номинация. Более подробную информацию можно получить по телефону. На канале 16 стартует новый сезон. Зрители ждут свежие проекты и уже полюбившиеся передачи. Мы расскажем вам о самых интересных людях и событиях в городе. Будем вспоминать прошлое в исторических очерках, обсуждать актуальные темы в соседском Wi-Fi и слушать ответы детей на взрослые вопросы. Подробности в следующем репортаже. Что делают народные избранники и сколько они зарабатывают? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в новом проекте «10 минут с депутатом». Ведущий Петр Смирнов познакомит зрителей с представителями городской думы. Поговорит о том, как депутаты работают в округах, решают проблемы саровчан и реализуют проекты. Еще одна новинка сезона – программа «Интернет-обзор». Подборка интересных видеороликов из сети, которые способны очаровать, рассмешить и удивить зрителя. Рассчитываю на самую широкую аудиторию. Не на узкую, не только на молодежь, не только на школьников, например, или на людей какой-то определенной профессии. Просто ищу в интернете интересное видео для всех. Третий сезон подряд телеканал дает возможность подрастающему поколению попробовать себя в роли журналистов, операторов и монтажеров. Школьники города готовят передачу «Наше время», в которой рассказывают сверстникам о важных событиях и темах месяца. В этом сезоне обновился состав юных телевизионщиков. Дети возраста от 12 до 15 лет. Это воспитанники студии журналистики Молодежного центра. Вот я там с ними занимаюсь, учу их основам журналистики. И, собственно, вот эти дети пробуют свои силы перед нашими телекамерами. Раньше у передач была какая-то определенная тема. Например, девушки осваивали мужские профессии, или была передача, посвященная моде и красоте. Теперь мы не хотим ограничиться какой-то одной темой, мы будем делать несколько разных рубрик. В новом сезоне зрители смогут изучать английский язык в программе «Элементарно», передать приветы и донести свои мысли до всего города в проекте «Хочу сказать», увидеть связь поколений в передаче «Дети и родители». Это малая часть того, что подготовила наша команда к новому сезону. Смотрите канал «16», следите за анонсами и выбирайте интересные для себя проекты. 2 октября свой профессиональный праздник отмечают социальные педагоги. Эта специальность возникла относительно недавно, ее суть понятна пока не всем. В отличие от учителей, социальные педагоги не преподают школьные дисциплины, отвечают за воспитание подрастающего поколения. Об одной из представительниц этой профессии расскажем в следующем репортаже. Наталья Карпова работает социальным педагогом 7 лет. Она взаимодействует с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями, социальными службами, заполняет документы, занимается организацией питания, проводит мониторинги. Много времени специалист уделяет работе с детьми. Все идет на формирование социально активной личности, толерантной, физически здоровой, творческой, трудолюбивой личности, которая, наверное, могла бы легко адаптироваться в тех современных и быстро меняющихся условиях. Этот специалист тесно сотрудничает с учителями. Вместе с психологом проводят исследования, организуют мероприятия, направленные на адаптацию детей к школе, профилактику асоциального поведения и многое другое. Педагогам, как и другим представителям профессии и социальной сферы, свойственно эмоциональное выгорание. Наталья справится с этим синдромом, помогают дети. Когда мы смотрим на детей, на их успехи, то уже, наверное, вот это выгорание все уходит. И радуешься их успехами, соответственно, эта радость, которую они нам дарят, приносит положительные эмоции. Наталья считает, что хороший социальный педагог должен быть всегда в поиске, совершенствоваться в профессии. Сама она постоянно повышает квалификацию, посещает различные курсы и семинары. В атомных городах страны завершился Всероссийский просветительский марафон «Культура Росатома». Конкурс проводился с марта по август. В течение этого времени участники выполняли задания творческого состязания о городах-партнерах. Итоги подвели в формате телемоста в библиотеке имени Маяковского. Саша Макаркин во Всероссийском просветительском марафоне «Культура Росатома» принимал участие впервые. Его работа, в которой он рассказал про Новоуральск, стала победителем. Все свое свободное время мальчик проводил в библиотеке Маяковского, изучал нужную литературу и писал по ней сочинения. Работу о Новоуральске мне помогала писать мама. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. На следующем году я тоже буду в нем участвовать. Победительницей марафона стала и Анастасия Барабанова. Девушка сняла собственный фильм про Новоуральск. Работала над проектом Настя больше трех месяцев. Подобрать материал ей не составило особого труда. Сложнее всего было смонтировать видео. Я, конечно же, очень рада тому, что я стала победителем. Мне очень приятно, мне понравилось. И участвовать это круто, здорово. Это мой второй марафон. И я стараюсь участвовать во всех марафонах, акциях, которые предлагает библиотека Маяковского. Во Всероссийском просветительском марафоне «Культура Росатома» приняло участие более 30 человек. Большинство из Сарова. В каждом городе жюри отбирало пять лучших работ по нескольким критериям. По наполняемости, по творческому подходу и оформлению. Саровчане отвечали на 10 вопросов о Новоуральске. Новоуральск отвечал на 10 вопросов о Сарове. Вообще, это была идея Новоуральска. То есть, они нам предложили поучаствовать. Мы откликнулись с удовольствием. И вот уже второй марафон у нас проходит. Будем надеяться, что пройдет так же удачно, как и первый в 2016 году. В этом году сотрудники библиотеки наградили победителей марафона в прямом эфире через скайп. На связи были все участники из Новоуральска. Каждому марафонцу вручили диплом и памятный подарок. В Ледовом дворце состоялся товарищеский матч, приуроченный к декаде пожилого человека. На арену вышли любительские сборные Сарова. За победу боролись две хоккейные дружины – «Феникс-1» и «Феникс-2». О том, как проходила встреча, расскажем в следующем репортаже. В хоккейном клубе «Феникс» играет более 30 человек. Его основал 15 лет назад Вячеслав Логинов. С тех пор участники клуба постоянно принимают участие в спортивных соревнованиях и организуют ветеранские турниры. В этот раз «Феникс» провел товарищеский матч среди своей команды. Игру приурочили к Международному дню пожилого человека. Как правило, в октябре месяце у нас начинается полноценный сезон, когда возвращаются все из отпусков, из различных домов отдыха, где они отдыхали. И все мы выходим на эту площадку. И именно в октябре. Просто так совпало, что именно этот конкретный день, международный день пожилого человека, пожилых людей и вот эти наши мероприятия, они просто посопали и наложились. Хоккей объединяет всех, независимо от социального статуса. На ледовом поле можно увидеть начальников федеральных ведомств, директоров городских учреждений, священнослужителей и других. Протеерей Владимир Кузнецов нападающий левого фланга. Играть в хоккей он начал 50 лет назад. Еще мальчишкой он защищал в честь дворовой команды «Золотая шайба». Потом закончил спортивную карьеру и стал служить в церкви. Через некоторое время отец Владимир понял, что хоккей – это неотъемлемая часть его жизни. Люди, которые меня знали, которые помнили, пригласили меня в такую вот группу здоровья. Я принял это приглашение и вот уже в течение нескольких лет я являюсь таким вот постоянным членом нашего клуба, который называется «Феникс». Посмотрев, например, отца Владимира, протеерей Сергий Скузоваткин тоже решил попробовать себя в роли хоккеиста. И вот уже 8 лет он играет за клуб «Феникс». Это очень увлекательная игра, очень интересный зимний вид спорта. Это радость мышечная и радость облегчения. И здесь ты немножко чувствуешь себя другим человеком. Товарищеский матч состоялся со счетом 4-3. Победу одержала команда «Феникс-2». Как уверяют хоккеисты клуба, в товарищеской игре проигравших не бывает. Главное не победа, а участие. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова